Это наша с вами работа. Объясни, что, уважаемый хозяин, это ваше лицо. Это лицо нашего города, нашего района. Это страшная такая-то первобытная в общинном слое. Коробка картонная стояла, куда-то что-то сбрасывает. Здравствуйте. Каждый раз говорим, и мы были в Первомайском районе. Через неделю приехали, там тоже на стройке ничего не сделали. Где здесь вот мой-то? Сейчас миксер заедет, потом эта грязь повезет по всему городу. Ведь вы поймите правильно, можно сказать один раз, можно сказать два раза, три раза, а потом надо говорить спасибо за совместную работу. Но почему они не хотят? Закройте им стройку, Илья Александровна. Скажите им спасибо за совместную работу. Давайте будем решать. Вот так нельзя жить. Вы поймите правильно. Мы же свой родной город приводим в беспорядок. Вы же создаёте трудности для других людей. Вот можно по таким вот ходить этим самым вашим тротуаром. Это ваш бизнес. Мы же вам не говорим, что не занимайтесь. Занимайтесь, но приведите это всё. Это красота города. Если в Москве были, вы видели, как там стройка ведётся? Там ничего. Если за границей были, там даже, ну я не знаю, прежде чем здесь заехать, всё плитами выложено. Там где-то всё вылили, затем выехали, убрали, подмели. Давайте говорить на сегодняшний день. Выносится грязь на стройку? Давайте будем говорить. Выносится. Машина заехала, по сухому песку выехала. Вы поймите правильно. У вас какой-то подход к этому не тот. Во-первых, сынок, песок сырой. Это первое. Второе, что сейчас это вся грязь, вот в этой лужи, всё это выходит на тротуары. Если вы этого не понимаете, я, поверьте, займусь персонально вашей стройкой. Вам сложно будет её, наверное, ввести в эксплуатацию. Другого пути у меня нет. Но пора прекращать этот бардак. Посмотрите на эту надпись. Вы что, украшение города? Это же ваше лицо. Любое строительство, которое они ведут, без протоколов. Ни одна стройка не работает. Мы прошли по улице и увидели. Там грязь. Кто эту грязь? Мы делаем. Давайте составлять их, пусть убирают. Вот здесь очень красиво. А вот на стройке очень плохо и очень некрасиво. Один вопрос, который мы сегодня хотели посмотреть. Как же идёт озеленение города? Но, увы, пока вопрос решается плохо. Так что будем наращивать, будем смотреть, будем контролировать. Это работа не одного дня. Это работа большая. Впереди у нас два праздника. 1 июня – это День защитников детей. Дети должны жить в красоте. Они должны воспитываться на красоте. И день нашего города – 12 июня. Вместе с нашим городом – это и день России. Так что нам нужно ещё много сделать для того, чтобы наш город привести в порядок. Игорь Негода. Игорь Негода.